Около 70 спортсменов, это лучшие бойцы в категории К1, вышли на ринг в Сочи в эти выходные. На кону медали чемпионата и первенства курорта по кикбоксингу. За звание чемпионов боролись как совсем юные боксеры, так и уже опытные, от 8 до 18 лет и старше. Тренер догомысского клуба «Белый воин» Карен Шамян выставил на поединке, пожалуй, самых юных бойцов. В том числе таких ребят он тренирует уже больше 18 лет. Что касается раздела бокса К1, для Сочи это относительно молодой вид единоборств, рассказывает Карен. И хороший старт для начинающих спортсменов. Новичкам лучше развиваться, начинать с К1, тогда им легче будет драться в тайском боксе. То есть, вообще, сам Витко один, он сам по себе уникален, красив, то есть, своеобразное мастерство, техника. То есть, это многого стоит. Вверх мастерства на ринге показали самые возрастные участники турнира. За поединком с участием Саадулы Цараинова пристально следили юные спортсмены. Саадула – серебряный призер Кубка России, но, тем не менее, городские турниры старается не пропускать. Впрочем, на чемпионате и первенстве города бойцы боролись не только за медали, но и за путевку на соревнования более высокого уровня. Этот турнир конкретно на будущее, на край, перед будущими соревнованиями, такими, как Южный федеральный округ, в этом году еще будет Кубок России, будем кандидатуру на сборную города для участия в крае. По итогам турнира была сформирована сборная Сочи. Лучшие боксеры будут представлять курорт на чемпионате России по кикбоксингу в разделе К1. Соревнования пройдут в марте в Омске. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.